привет ребят я решила выйти в эфир потому что все мои планы разрушены собрала чемодан отправилась в аэропорт ну как отправилась еще в коридоре начала отправляться прощаться а мне приходит уведомление о том что мой рейс отменили вот я собралась в таиланд отдыхать его перенесли на завтра короче вот так и не знаю в расстроенных чувствах решила с вами поболтать то ли сегодня затмение то ли ретроградные меркурий как вот моя соседка говорит то ли вспышки на солнце и не знаю что происходит меня в первый раз билеты отменяют я летала просто тысячу раз наверное а я не знаю какая авиакомпания единственный билет который был я купила через пегасус потому что чартер наверное поэтому отменили перенесли чтоб с нами поболтать да все в кучу сегодня реально вспышки вчера да по моему начались вспышки на солнце вчера начались в 17 часов примерно по московскому времени сегодня пик завтра пойдет на спад к вечеру закончится и вот в эти три дня у всех ненормальное состояние у кого голова болит давление какие-то болячки психи нервы люди ссорятся просто сегодня меня завалили как обычно в личке помоги там проблемы какие-то и прям люди пишут и пишут что что-то вот с ими не так настроение плохое почитала сегодня еще отчеты в игре и все пишут сегодня не хотела ничего делать настроение на минусе у кого-то температура работ тоже вы пишете сегодня температура 38 головные боли агрессия да поэтому эти два дня оставшиеся сегодня ну сегодня уже почти не осталось завтра последний день старайтесь вообще ничего не кушать потому что через еду да мы с вами испытываем определенные эмоции микрофлора нами вообще жестко управляет старайтесь просто пить водичку либо есть зелень все зеленые фрукты овощи зеленые самую легкую еду чтобы себя не нагружать от еды мы от сахара особенно от хлеба дрожжей мы все время пьяненькие мы все время такие как с похмелья потому что сахара бродит дрожжи и это все на нас очень сильно влияет вот поэтому я поел и сейчас пронесло жестко вот как солнце влияет ну я не знаю я не химик физик вот но я тоже ощущаю это влияние когда в атмосфере что-то происходит это заметно по самочувствию причем не только у меня у многих людей вокруг меня так происходит и сейчас весь youtube говорит об этом очень многие люди которые занимаются там астрологии или чем-то таким не знаю и про вспышки на солнце многие пишут что любят конфликты остерегайтесь максимально будьте так полезны и релаксируйте слушайте классную музыку этих советов сегодня полный youtube полный интернет так что плюс у меня пвс поздравляю в четыре в одном просто комбо интересно мне как-то пофигу все как всегда единственное сын заболел то есть сын заболел да вы такие все как всегда им не пофигу вот но сами обратите внимание то что ваш ребенок заболел тоже ну не просто же так ощущение как будто чистка на облака одинаковой формы говорят что это воздействие звуком как думаете это правда я не могу сказать я вообще потерялась последнее время с информационного пространства ничего не хочу считывать смотреть наблюдать блин новости вообще просто никакие мечта не смотрю вот эта новость про самолет да мне впервые в жизни отменили рейс я девять лет путешествовала и у меня в месяц было примерно не знаю раз пять шесть перелетов в некоторые месяцы до 20 перелетов было и никогда даже если это был чартерный рейс мне не отменяли это вот вообще впервые в жизни ну по-любому это вспышки на солнце по-любому меркурий я уже не знаю кого пенять ну ничего страшного я с вами поболтаю посмотрю какие-нибудь фильмы кстати что посоветовать вам посмотреть посмотрите чудо доктор турецкий сериал мне так нравится этот сериал про доктора который был аутист очень крутой а до этого я посмотрела корейский сериал про доктора он при турку турки скорее всего скопировали с турецкого сериала ой как же он назывался почти то же самое только доктор не чувствовал боли и там весь фильм рассказывается как человек плохо себя чувствует он просто для меня был таким познавательным как человек себя плохо чувствует если он не чувствует боли болезни там температуру люди с такими заболеваниями не доживая там до двух-трех лет потому что допустим они пытаются там потереть глаза и не чувствуют как они нажимают и себе там роговицу травмируют пальцы там стерты просто до локтей наверное все какие-то если воспалительные заболевания у тела этот человек не почувствует то есть люди которые вот если бы они не чувствовали более они бы долго бы не прожили да нам боль показывает тело показывает сигналит куда обратить внимание тут представьте тело не разговаривает молчит это же так плохо чем более то хорошо мы все ее боимся на самом деле это прекрасный язык тела вчерашний тест и сама придумала да сама придумала и вчерашний тест и и до этого тест был и который я тоже придумала два последних теста хочу придумывать я умею расшифровать картинки знаки для меня это несложно вот я могу вам сделать очень много тестов если вам интересно так что вы тут пишите темы никакой у меня нету мы просто общаемся я решила просто заменить время полета наверное на общение с вами ты гений пассивочки пассивочки могу вам еще какой-нибудь тест дать прям в прямом эфире если хотите сейчас вспомню что-нибудь такое интересное например представьте вы идете по пустыне ничего нет вокруг и тут встречается стена которая шириной ну вот ее не обойти высотой до небес карабкаться на нее там не знаю очень 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 долго годами наверное можно и толщина этой стены что ее не пробить вопрос что вы будете делать если обратно возвратиться нельзя и здесь ответ будет то как вы справляетесь со своими проблемами кто о чем вот первым подумал кто попытается ее перелезть кто попытается ее обойти кто попытается насквозь пройти вот так вот вы решаете допустим свои проблемы то есть это легко все расшифровывать многие пытаются не сталкиваться с проблемами до повернуть назад даже если это невозможно но я бы повернул назад кто-то просто замирает возле стены очень долго думает и не знает что с этим делать просто стоит и все то есть он перед проблемами становится в ступор кто-то принимает решение просто их обойти то есть не решать их обойти кто-то будет на них карабкаться то есть постоянно себе эти проблемы создавать перелезть попытается кто-то их пробить попытается расцарапать там не знаю взять камень начать долбить то есть вот такой легкий тест а что делать если я подумала я не знаю но мне интересно понаблюдать как решится эта проблема но в это время что будете делать сядете и будете смотреть на стену проблемы так ваши не решаться это опять же уход от проблем это просто пускай как этого как она там сама решится вот а я ничего делать не буду и она сама не рассосется надо все равно делать какие-то действия все равно как-то решать понятно что сначала мы себе даем позитивный настрой интересно как это получится но дальше все равно должны какие-то быть действия если мы эти действия не делаем медитировать на стену то вот подземный лаз самый прям интересный ответ не перелезть не обойти не долбить не поворачиваться назад не убегать от проблем а сделать подземный лаз потому что это самый быстрый способ пройти это тот который действительно начнет их решать самыми легкими способами вообще кто это вот за этот ответ просто пятерка классно исследовать наблюдать много расшифровываешь становится многое понятно ну вот буду вам придумывать какие-нибудь интересные тесты потому что наш мир отражает наше сознание то есть все что мы видим это наши шаблонные мысли формы в голове то как мы привыкли думать то мы и видим то и мы создаем то мы как бы как сказать то как мы себе с детства сформировали какие-то убеждения да они нам дают импульсы именно действовать согласно нашим убеждениям когда мы действуем этими действиями мы создаем эту реальность и получаем вот то что получаем и очень легко опираться на образы внешние какие-то и сразу понятно если их расшифровать да что у нас в голове а когда мы знаем что у нас голове тогда понятны наши действия и понятно откуда эти действия у нас возникли и тогда понятно что нам делать с этим дальше и согласно тем шаблонам которые нас голове мы знаем какое у нас будет будущее поэтому тесты рабочие это не просто вот с головы с бухты барахты я беру вот я расшифровываю образы которые за которыми стоит какая-то суть вы не просто так выбираете своим мозгом определенные картинки вы не просто так хотите взять у вас сразу какая-то там цепочка ассоциации перед тем как вы выбираете образ и согласно этому выбору да можно проследить ваше поведение а согласно вашему поведению уже можно отследить что будет дальше вот поэтому буду готовить вам еще тесты привет сегодня мужчина цепанул мою машину вел себя по-хамски не извинился но это все вот ретроградные меркурий вспышки на солнце он хотел просто уехать сегодня все люди ведут себя неадекватно простите его разговаривал со мной как беззащитным ребенком я так растерялась что просто разрыдалась у нас вот эти три дня с психкой будут твориться проблемы не обращайте на близких и не близких внимание вот и сами будьте максимально спокойны потому что агрессия до сейчас на первом месте у всех будет сегодня пик завтра уже пойдет на спад стало интересно если каждый видит мир исходя своих шаблонов значит и каждый человек видит у тебя по-разному ну конечно каждый человек смотря на одно и то же видит свое со своей точки зрения со своей позиции в пространстве он видит совершенно другое даже банально просто давайте все встанем в круг в середину круга поставим что угодно любой предмет давайте слона и каждый увидит свое кто-то уши кто-то жопу еще что-то да пока у каждого точка обзора и видение свое он где бы не находился своей плоскости со своими мыслями оценка ситуации сильно отличается друг от дружки когда мы еще пытаемся друг другу что-то показать доказать свое видение это невозможно сделать так как мы все видим по-разному отку вот откуда плохое самочувствие непонятно про прошлое как это понять мы в прошлом не совсем поняла не совсем поняла мне наоборот сегодня все любезные хороший день с приятными сюрпризами лора ну это прекрасно хорошо это не на всех конечно действует я сегодня тоже просто в наипрекраснейшем настроении пошла сегодня к девочке которая делала мне ресницы она прям агрессировала вот все два часа просто вот агрессировала я лежу мне спокойно мне хорошо пришла домой лена соседка агрессирует нервоз или пойдем погуляем и говорю да конечно пошли прогуляемся на меня тоже не подействовала но подействовала так что мне билеты отменили но я тоже спокойно как удав но отменили отменили поеду завтра на самолет но страшного так на всех по-разному действует но большинство людей большинство будут чувствовать агрессию будут чувствовать страхи какие-то недовольства что-то будет с ними случаться вот так у тебя есть своя личная волшебная таблетка который я писал для себя есть так расскажи про как стать наблюдателем наблюдатель тот кто не анализирует не сравнивает то есть надо учиться этим вещам не сравнивать ничего для этого классно можно было бы порассоздавать научиться шаблона мышления чтобы у вас сравнение в голове просто вот отключились например почему длинные это короткие короткие это длинные почему мало это много много это мало порассуждать почему там временно это постоянно постоянно это временно и рассудить различные такие шаблоны которые включают оценку очень быстро плюс задать себе вопрос что мне мешает быть наблюдателем плюс вы должны для себя это слово наблюдатель расшифровать что вы вообще имеете в виду наблюдатель ну что это за понятие для вас до в чем суть потому что я могу думать об одном что вы подумали о наблюдателе как наблюдать безоценочно да а мы а вы в это слово может быть закладывать совершенно другие вещи поэтому ну вот сложно сказать и вы задаете себе вопрос после того как понимаете да что вы действительно хотите что мне мешает и выписываете вот это есть те шаблоны мышления которые вам нужно рассоздать те шаблоны мышления которые нужно привести в целое в единство и целостность чтобы две противоположные части стали целым то есть одним и тем же вы поняли суть шаблона как бы трансформировали крайности привязки крайностям чтобы у вас не было никакого сравнения между двумя противоположностями если вы понимаете о чем сейчас говорю это сложная тема я разбирала во многих эфирах прошло на мышление вот кому то сейчас может быть непонятно всегда когда мы что-то не можем сделать что-то исполнить что-то получить в какое-то состояние войти что-то чувствовать мы задаем один единственный вопрос что нам мешает и выписываем список и вот все эти пункты в списке нужно трансформировать эти все шаблоны привести в целостность привести в единство либо сделать так чтобы все вот эти вот вещи которые вам мешают стали мифами для вас странными непонятными и вы уже не опирались на эти вещи которые вам мешают то есть убрать все что вам мешает и тогда ваше желание само по себе должно быть исполнено то есть вы должны войти в то состояние в которое хотите там начать чувствовать то что вы хотите получить то что вы хотите или сделать то что вы хотите а не можете то есть вам нужно убрать желание исполняются сами вам нужно убрать просто то что мешает для этого хотя бы надо понять действительно, что я хочу, что это такое, да, в чём в этом суть, для чего мне это нужно, какая там мотивация моя, и потом понять, что мешает, и разбираться не с тем, как это сделать, это сделается само, а убрать, разобраться, что мешает, чтобы вам это не мешало, надеюсь, вам вот сейчас всем станет понятно, мы не боремся с нашими желаниями, мы не боремся, чтобы достичь какого-то состояния, мы не боремся, чтобы достичь каких-то чувств, эмоций, или там материально, или нематериально, это не важно, наша задача разобраться с вещами, которые мешают, например, лень мешает, или мой негатив мешает, мои страхи мешают, может быть, мне ещё что-то мешает, вот с этим надо разбираться, и тогда по идее, по идее, здесь, сейчас, мы живём в вечном сейчас, без прошлого, будущего, в вечном сейчас, и все наши желания, которые у нас возникают в голове, что-то чувствовать, иметь, делать, оно уже исполнено в эту же секунду, как только вы об этом подумали, любое наше желание, мы с вами, потомки творцов, у нас есть эта сила, но мы это не видим, потому что очень много преград в голове, много шаблонов, которые нам мешают это увидеть, это почувствовать, это сделать, и вот нам всегда нужно находить препятствия, которые мешают. Нелли, вчера в результатах теста ты написала 90%, выбрали нож и монеты, как ты думаешь, почему так? А я написала ответ, у меня есть в сториз. Посмотрите. Как наблюдать безоценочно? Благодарю, понятно, отлично. Нелли, тебя так интересно слушать, реально, как из другой реальности. Ой, спасибо, так приятно. Да не из другой реальности, из этой же. У меня миллиард страхов, миллиард всегда тоже проблем. Я на пустом месте создаю себе проблемы постоянно для того, чтобы, блин, их решать. Я, походу, родилась, чтобы решать только одни проблемы. Вот. Ну, я всегда расту от этого. Я встречаю свои проблемы с ликованием. Блин, круто. Сейчас разберемся. Я люблю решать. Мне нравится разбираться. Если бы я не решала какие-то вещи в башке, я бы, наверное, стала бы хирургом. Люблю очень что-то мелкое делать. Либо разбираться в мелких каких-то неприятностях и вот прям копать, копать в глубину. Либо, ну, что-то такое. По шаблонам лучше сразу книгу купить. Если бы не этот, то ты был бы счастлив. Да, у меня есть книга про шаблоны мышления. И в этом месяце, пару недель назад, книга вышла в аудиоформате. То есть, можно ее слушать и сидеть, конспектировать. Там все шаблоны мышления, какие можно, даются примеры, разобраны, как их разбирать, зачем их разбирать, суть их разбора, как приводить в мифы, как находить по вопросам проблемы, выявлять эти шаблоны. Ну, то есть, возьмите, послушайте или почитайте. Для этого сделала книжку, чтобы каждый раз меня не тыркали. Нелли, помоги разобрать шаблон. Вот книжка для всех, вот чтобы у меня было свободное время, взяли, открыли, полистали. Там все есть. Помоги разобрать лень. У меня семь постов про лень, и в книжке тоже разобрана лень. Не буду сейчас разбирать. Привет, ты не улетела? Я торт делаю, сыроедный кусок, прислать по интернету. Давай, присылай, по интернету ловлю. Нет, я не улетела, я уже с чемоданом обулась, оделась, прощалась, и мне приходит смс о том, что мой рейс отменили. Вот, но он будет завтра. В 2 часа дня я полечу. По видео твоим разобрали многие вопросы. Благодарю за знание. Спасибо. Спасибо большое. Так, что у меня тут еще за вопросики были? Лень, это отсутствие мотивации. Вы задаете один и тот же вопрос себе всегда, что мне мешает? Ну, то есть, для чего я хочу лениться? Там же и выгоды есть какие-то. Это и есть то, что вам мешает. Первое, сильной мотивации нет, да, можно даже не просто сказать сильной, вообще никакой. И плюс есть куча препятствий, которые вы должны задать. Давайте тогда 2 вопроса задайте. Для чего я хочу лениться, да, выгоды? То есть, когда я ленюсь, я не делаю вот это, вот это, потому что, потому что. Либо что мне мешает пойти и сделать? Это с одной стороны. С физического мира, то есть, на нас влияет и внутренний мир, и физический мир. С физического мира это наша еда, девочки и мальчики. Когда вы уже поймете, то, что если вы поели, то вы сразу слили энергию и полностью закрыли информацию в башке, ваши нейронные связи в спячку легли, вы в пьяном состоянии, в таком, в легком, еда это наркотик, вы все время находитесь в похмелье, когда не кушаете, либо когда кушаете, наедаетесь этого наркотика. Ваш мозг перестает думать, когда вы не думаете. Вам хорошо, вы на релаксе, и вы это называете ленью. Лень — это ваша еда. Вот. Но, чтобы перейти на нормальную пищу, когда можно есть много, но при этом не сливать энергию, не травить себя, не создавать кучу болячек и складировать все эти канцерогенные склады мусора в теле. Вы должны все равно с мышлением поработать. Для чего я ем? Чем я едой заедаю? Вы заедаете стресс, вы заедаете радость, вы заедаете пустоту душевную, вы заедаете свои чувства, вы заедаете там, да, все, что угодно. И в радости, и в горе, как говорится, с вами еда, потому что вас не приучили с детства куда тратить энергию, поэтому вам ее обязательно нужно куда-то слить и убрать проблемы с головы. Как мы решаем проблемы? Мы поели, и проблем нет, потому что мы перестаем думать, наш мозг спит. А когда мы перестаем думать, мы не думаем о проблемах, и мы ленивы их решать, нам хорошо, мы просто пьяные с вами, по-настоящему пьяные. После сладкого я пьяная. После твоих разборов я поняла. Ну, да, если съесть, допустим, кусок тортика или чай сладкий с сахаром синтетическим, где-то сутки нужно на брожение, и через сутки у нас болит голова, у нас плохое настроение, у нас там, депрессия начинается, у нас реальная похмелье, мы злые до чёртиков. Вечером кто кушает сладости, да, наутро встаёт злой как чёрт. И нет мотивации что-то делать, и ему так лень идти на работу. Всё, это наша еда. Так, у меня тут был вопрос, как быть с Украиной, с переводами. У меня есть карта Украины. Вот, заходите в шапку профиля в Инстаграм, либо, если это видео на YouTube есть, под видео ссылка на мой телеграм-канал, да, там есть все книги, есть там бесплатный курс и так далее, всё, что вам там нужно. Очень много продуктов у меня платных, бесплатных, дешёвых, дорогих, и вы попадаете в чат-бот, там всегда менеджеры вам отвечают и дадут любую карту, заграничную, русскую, украинскую, какую хотите, чтобы сделать перевод. Всё для вашего удобства, ребят, всё, вот, для меня денежки, для вас удобства. Так, что тут я ещё хотела сказать? Сохранится ли эфир? Да, я сохраню, даже на YouTube повешу. Не хочу я пропускать эфиры, не сохранять их, пускай смотрят. Когда есть настоящее желание, мотивация с воздуха берётся. Ну, понятно, у вас и желание от мотивации возникает какой-то. Либо вы о чём-то подумали, захотели, и сразу ваш мозг начинает прикладывать это желание на все сферы вашей жизни, интересно, как там пойдёт, как там пойдёт, как там пойдёт. Вы начинаете анализировать, у вас мотивация нарастает, конечно же, крепнет. Но если вы едите, то, что мы привыкли есть с вами, варёное, жареное, дрожжи, синтетический сахар, синтетические продукты, консервированные продукты, то у нас энергии нет. Проблема с энергией с едой связана. у тебя ещё осталась услуга, чтобы вместе шаблоны вживую разбирать, она ещё осталась? Нет, это личная консультация, где мы разбираем шаблоны и всё остальное, что нужно разобрать на личной консультации. Когда нет отношений и мужчины в жизни, на что обратить внимание? На то, что вы сами не готовы пока к этим отношениям. Если бы вы были готовы на 100%, мужчина был бы. Надо, значит, задать себе вопрос, для чего я хочу, я хочу, причина во мне, я создаю мою материальную действительность своими собственными желаниями. Для этого есть причины. Они могут быть глубинные, что вы сами об этих причинах не знаете. Но нужно задать себе этот вопрос, сесть, взять ручку, листочек и как машинальное письмо начать писать и отвечать на вопрос, какие выгоды, когда я одна. Плюс здесь есть травмы различные с детства, у вас нет примера правильных отношений, у вас нет обиды, допустим, может быть на мужчин из-за прошлых отношений, может быть из-за отношений отца с мамой, и отношения родителей к вам, и между собочеком, что у них там было. И у вас это все накладывается, и вы боитесь отношений, потому что вы не хотите убирать, стирать за ними, многие мужики как дети реально, ну, женщины тоже от них недалеко ушли, не хочется брать вот эту ответственность, тянуть, посмотрите вокруг, сколько у нас в социуме примеров, просто огромных примеров, какие у нас отношения, никто их не умеет строить. И у вас есть выгоды, вот эти все выгоды надо разбирать, найдите хорошего психолога, разберите выгоды ваши, либо сами попробуйте. по поводу отношений, у меня есть очень много эфиров, есть канал телеграмм со всеми моими видео, посмотрите, здесь зайдите видео в инстаграме, на ютюбе, по поводу отношений, вопросы, ответы, почему я одна, почему нет мужчины, у меня просто часами можно слушать именно эфиры про отношения, посмотрите. Также есть книжка про отношения, можете тоже ее взять, можете заказать еще таблетку про отношения, где я даю ответы на вопросы сразу с трансформированными шаблонами мышления, которые вы должны заучить и действовать согласно новым убеждениям, чтобы был мужчина. Но мужчины нет понятно из-за выгод и страхов наших. сохраняй, сохраняй, Да, эфир сохраню, конечно. Потому что из эфира в эфир одни и те же вопросы про мужчин, про еду, про шаблоны мышления. Очень много этих эфиров, просто слушать не переслушать. по поводу еды, вот тоже вопросов много. Недавно посмотрела одну женщину, она сыроед, как и я, только я-то год, второй всего лишь. Это женщина уже там больше лет 10-15, я точно не знаю, но прям долго. И она такой классный совет дала. Во-первых, если вы кушаете все, что вы едите, у нас есть в рационе любимая еда, есть в рационе нелюбимая еда. Она еще такой пример классный приводит, хочу тоже вам привести. Вот у вас тарелка с едой, вы самое вкусное отгребли в тарелке там на одну сторону, невкусное в другую. Кто-то сначала съедает невкусное, а потом вкусное, вот, кто-то наоборот сначала вкусное, а потом доедает невкусное. Ну, это не важно, в какой очередности вы это делаете, но вы осознанный или неосознанно знаете, что действительно вам нравится, а что нет. Так вот, зачем вам этот балласт, как она говорит, уберите все из своего рациона, все, что вам не нравится кушать, оставьте все, что нравится. Вот вам нравится, допустим, кусок мяса и что там может еще, яйцо и ватрушки какие-нибудь там с творогом, вот оставьте их. Все остальное замените на сыроедческие блюда, как у меня телефон сел, все остальное замените на сыроедческие блюда, которые вы вот по-любому не пробовали, мы не привыкли к такой еде, но рецептов валом, каждый день можно такие блюда шикарные готовить, наедаться, всегда быть сытым, никакой проблемы с фигурой, вы похудеете еще 100%, во-первых, чистка организма начнется, когда вы будете сыроедческие блюда хотя бы 50 на 50 совмещать или 60% сыроедческих блюд, это сырые фрукты, овощи, орехи, что у нас там, сухофрукты, мед, очень много видов разных приправ, семян, проростков, микрозелени, и вы удивитесь, там, натуральный шоколад, который вы можете готовить, я все время делаю пироженки, шоколадки и выставляю здесь в инстаграм, и вы удивитесь, сколько можно классных тортиков делать, пирожных, конфет, не ограничивать себя в сладком вообще, при этом у вас не будет никакой синтетики в организме, это не будет складироваться, потому что все, что мы едим, откладывается, и мы получаем рак и диабет, кто-то думает, что это, ну, рак, это наследственный диабет, тоже нет, это не наследственное, это все наша еда, мы живем один раз, типа, почему бы сейчас не есть, сыроеды тоже когда-нибудь умрут, ребят, качество жизни просто разное, мы все умрем, да, но кто-то будет доживать 10-20 лет на таблетках, мучаясь от боли с какими-то болезнями непонятными, там, на операциях, а кто-то будет на старости лет иметь кучу энергии, здоровья и не будет иметь проблем, да, со здоровьем, не будет тратить кучу денег на лекарства, не будет мучиться просто, поэтому я бы задумалась на вашем месте о еде, плюс у вас всегда будет энергия, если есть энергия, вы уже знаете, да, наше желание быстро исполняется, если есть энергия, если ее нет, ну, откуда нам вообще взять силы, хотя бы даже пальцем пошевелить, чтобы исполнить свое какое-то желание, нет энергии, нет желаний, все у нас будет плохо, и здоровье нам об этом кричит, и тело нам болезнями и кричит, да, что мы делаем, собственно говоря, а мы сливаем свою энергию, не бережем ни свое тело, ни свои мозги, ну, и плюс то, что мы едим, всякий хлам с вами, да, это тоже проблема с головой, если у нас токсичные мысли в голове, то у нас токсичная еда, соответственно, так что вот, я вам всем советую, всегда буду об этом напоминать, переходите на здоровую еду, вы можете кушать столько всего, интересно, вы даже не представляете, это большие мифы, когда люди говорят, вот ты вот не ешь мясо, не ешь там колбасу, не ешь молочку, там сыры, хлеб, ты вечно голодная, да, это вообще ужас, тебя лечить надо, ну, кого еще из нас лечить, я не знаю, я всегда кушаю много, постоянно, часто, и у меня очень разнообразное меню, я когда начала изучать блюда, я просто удивилась, насколько они могут быть вкусными и разнообразными, раньше у меня в голове, когда я ела все, я думала, то, что сыроеды, это больные люди, веганы, это тоже дурачки, вот, но потом, конечно, у меня мнение поменялось, и я просто настолько шокирована тем, как я этого раньше не понимала, и, и, чтобы вам было легче, у кого есть желание решить проблемы со своими болезнями, да, и, чтобы их в будущем не было, и те, которые сейчас есть, ушли нафиг, и вы им сказали, пока, я вас приглашаю в свой канал, телеграм, там уже больше тысячи человек, с эррическими рецептами, там есть все, и супы, и борщи, и салаты, и сладости, очень много советов, и развенчанных мифов о еде, например, там, молоко, это кальций, это вообще просто обман века, можно сказать, о том, что молоко нам полезно, это вот просто, ну, там очень много разборов нашей еды, да, что мы едим, как это на нас влияет, и из чего она состоит, как ее делают, вот, мы это все там разбираем, что пить, что не пить, как, то есть, без вреда себе, естественно, вот, кушать, кайфовать, иметь энергию, наслаждаться, не болеть, не ходить пьяными, просыпаться, но для меня еще самая главная мотивация в еде, это то, что мозг перестает быть в тумане от еды, в пьяном состоянии, нету похмелья, и ты просто мир видишь таким, какой он есть, открываются глаза на многое, ты просто черпаешь информацию, это всюду, вот только о чем-то подумаешь, мозг не заблокирован, да, сразу приходит ответ, либо в виде людей, которые вдруг непонятным образом тебе звонят и сообщают какую-то новость, информацию, скидывают какой-то фильм или книгу, а ты только подумал об этом вопросе, да, и тебе сразу приходит ответ, потому что сознание, оно чистое, оно не находится в тумане, и логически быстро решать какие-то вопросы, сразу приходят на ум ответы любые, тот человек, который находится в состоянии чистых мозгов, только подумал, блин, у меня проблема, как ее решить, сразу приходит ответ, когда мы с вами едим вот ту обычную еду, которую нам не нужно совершенно есть, в которой нет витамин, нет минерал, мы термообработкой там уже все убили, там кроме химических вещей страшных, которые нам нельзя вообще употреблять, ничего там больше нету, потому что вся синтетика, которую мы покупаем, там не имеет ничего полезного, а мы считаем, что вот надо вот есть все, там, как же витамины, как же минералы, как раз таки вот в нашей еде нету ни витамин, которые убиты, после скольки, 40-60 градусов, да, они убиваются, а вы сколько там супы и каши свои варите, или там обработку какую-то делаете, сколько там этих антибиотиков, просто заколотых, допустим, в мясе, в курице, просто мрак, дрожжи, это вообще, да, биологическое оружие, кто знает, картошка тоже была завезена, как биологическое оружие, это крахмал, который полностью убивает, засоряет все стенки кишечника, и просто микро-макроэлементы, пьеры, волоски вот эти в кишечнике, они не могут всосать, понимаете, наши органы страдают, не получают питания, потому что мы едим картошку, которую нельзя есть, а еще и с канцерогенами, еще и с нитритами, нитритами, нитратами, что у нас, сначала были нитриты, потом превращаются в нитраты, или наоборот, я уже забыла все, ладно, неважно, почитаю ваши вопросы, очень удобный канал, телеграм, абсолютно любой ответ можно найти, да, по поиску, набирайте в телеграм-канале, на видеоканале моем, ссылка в шапке профиля, набирайте какое-нибудь слово, например, отношения, там, еда, онкология, или шаблон мышления, лень, или агрессия, любое слово, которое вас интересует, да, и выпадает все видео с отрезками времени, где об этом я рассказываю, канал удобный, переходите, пока еще вопроса про деньги не было, деньги, это перемены, это наша энергия, не будет в вашей жизни столько еды и такой, такого качества, да, будет энергия, будут деньги, деньги тоже напрямую с нашей едой связаны, когда у нас мозг отключен, куча страхов, которые мы получаем с едой, еда это всего лишь переносчик информации, мы с вами поглощаем информацию через еду, и не поглощаем ее с растительной едой, а поглощаем страхи животных, и все наши деструктивные эмоции, это не наши эмоции вообще, они к нам с едой приходят, и вот представьте, да, у вас нет страха, у вас нет шаблонов мышления, через шаблоны управляет микрофлора, да, которая требует эту еду, у вас эта микрофлора патогенная будет истреблена, у вас чистое создание, у вас есть энергия, соответственно, у вас есть время, действия, решения, у вас есть деньги, есть энергия, есть деньги, есть перемены, вы не боитесь идти в них, есть деньги, деньги есть, можно так сказать, деньги равно нормальная еда, вот так, пробовала твои рецепты замоченной чечевицей в салат, после сидела два часа в туалете безвылазно, пропустила все встречи, это организм не воспринимает, или просто организм не привык к такой еде, ну, во-первых, не привык, смотрите, когда сыроеды, вернее, когда люди начинают переходить на сырую пищу, сразу включается чистка в организме, потому что сырая еда, она включает иммунитет и чистку, во-первых, это надо делать постепенно, во-вторых, предварительно попить какие-то травы, у нас все эти рекомендации есть в канале, в-третьих, в каком количестве вы это съели, как вы ее там замочили, непонятно, да, что вы вместе с этим салатом еще употребляли, все это нужно будет просто, напишите в нашем канале, да, в чате, в телеграме, вот, что вы там ели до этого, за три дня, да, как вы питались, и мы там дадим вам ответ, организм все воспринимает, просто начинает чистить, чтобы казусов не было, потихонечку это начинаем делать, потихонечку, не все сразу, это новый мир и другой взгляд, у вас и взгляд меняется на мир после другой еды, дело шоколадки, наконец-то, сынок не просит у меня киндер-шоколад, а свои нормальные, но он не синтетический натуральный шоколад, легко делается, покупаете какао-бобы или какао-тертая на Wildberries, там, в интернете, онлайн, и какао-масло, 50 на 50 смешали, порезали мелко, смешали и растопили на водяной бане, шоколад готов, заливайте его в любые формочки, и вот у вас будет классный шоколад, через 5-10 минут в холодильнике он готов, вот просто офигенно крутой, смешайте с орешками, с изюмом, с любыми фруктами, я люблю на банан, сочетание банана, как птичье молоко получается, конфеты птичье молоко, боже мой, я обожаю кубиковый банан, опустить в шоколад и в холодильнике его на 5 минут оставить, все, это просто самые божественные мои любимые конфеты, если вам не нравится горький шоколад, ложечку меда, можно 2 ложечки, пробуйте на вкус, как вам, если вы какао тертого чуть больше добавите, он будет тверже, такой прям, с хрустом ломаться, если вам нужен более мягкий, то больше какао масла, то есть соотношение 50 на 50 для меня это самое оптимальное, кому прям надо твердый-твердый, вот прям ломать его, вот прям, вот кусать, вот уж прямо так сильно, то там просто какао тертого чуть больше, какао масла меньше, и наоборот, мягкая, тортик полить, конфеты сделать шоколадные, там клубничку в шоколад, или там киви в шоколад, яблоко в шоколад, я делаю какао масла чуть-чуть больше, и перестаньте есть хотя бы вот этот химический шоколад, тот, кто не хочет на нормальную еду переходить, там, которая не калечит, а лечит, которая запустит чистку в организме, которая решит проблему с кожей, проблему с кишечником, желудком, там, и с печенью, и почистит все, 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 сосудники ваше, сердце, то не хочет, да, переходить, то хотя бы уберите самые страшные продукты, это молочку и хлеб, самые страшные, что еще, и сахар синтетический, вот три продукта, я бы еще консервы убрала и все, что в тетропаках продается, тетропак это очень токсичная коробка, которую химически обработали, чтобы там продукция не пропадала, ну и туда то, что наливают, конечно, тоже страшное дело, ничего там нету натурального, так, у меня дочь отказалась от всего, кроме фруктов, овощей, орехов, переживая за растущий организм, вот наоборот, учитесь у нее, потому что вот она будет самая здоровая из всех ваших родственников и знакомых, так, сначала кажется, сколько денег надо за голову хватаешься, начиная с покупки кофемолки, то вселенная сразу же помогает, все находится, тоже вопрос по поводу дешевле или нет, поначалу к вашей нормальной еде вам придется добавлять, блин, что-то попало, кофемолку и блендер, потому что на утро я замачиваю все каши на ночь, заливаю просто холодной водой зеленую гречку или другие любые злаки, утром это в блендере добавляю фруктов, все, каша, и весь день полной энергии, сытый, довольный, не хочется спать, тебя не отрубает, мозги не отключаются, и все микро-макроэлементы, витамины, все, что нужно получать, вы получаете на день с этой каши, то есть замачивайте любые семена, не варите, кажется, что будет дороже, орехи дорого, фрукты, овощи, которые нужно выбирать без гнили, потому что опасно есть фрукты, овощи, которые подгнившие, которые не блестят, да, которые подороже, это будет чуть-чуть действительно выходить за бюджет, но потом вы начнете убирать мясо, макароны, белый рис, сахар, там, что, молоко, творог, масло, яйца, колбасы, сыры, что я перечисляла, нет, творог, там, вы начнете убирать обычные продукты, и у вас просто, вот просто большая кубышка денег освободится на фрукты, овощи, орехи, мед, ну, и на злаки, у вас будет это намного дешевле, потому что вы перестанете покупать дорогущие продукты, синтетические консервы, мясо, там, или еще какие-то вещи, кетчупы, майонезы синтетические, вот, берите помидорки в блендер, базилик, чесночочек, сыроедом чеснок нельзя, но на первоначальном этапе нормально как раз таки, пускай убивает, чеснок убивает всех паразитов, убивает всю микрофлору, вот, поначалу нормально, с чесночком, делайте свои соусы, зачем вам этот кетчуп, вот, все фрукты, овощи химические у нас тоже, поэтому обязательно на ночь замачиваем в воде, а утром на 30 минут наливаем в воду перекись водорода, ни соду, ни соль, потому что от соли надо отказаться тоже, вот, сода наша, которая продается, ее употреблять тоже нельзя, то, как ее делают, это опасно для здоровья, соль можно есть только каменную, морскую, которая натуральная, без химической обработки, ту соль, которую нам пытаются поваренную в магазинах продать, это яд, который будет у вас создавать камни в почках, в желчном пузыре и везде, везде, везде. Так, когда вы замачиваете овощи, фрукты, вы все химикаты оттуда убираете, потом посмотрите на кожуру этих фруктов, овощей, там прям белые точки, насколько они химичные, но с помощью замачивания и потом подержать в перекиси водорода, еще раз повторю, их потом есть безопасно, плюс все фрукты, овощи обязательно нужно резать керамическим ножом, соприкосновение с металлом, что, 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 превращают нитриты в нитраты, то есть полезные вещи в ядовитые, если вы режете обычным ножом, то сразу нужно съедать, пока фрукты, овощи не стали опасными, то есть тоже здесь очень много тонкостей, почему многие, кто переходит на сыроедение или на фрукты, овощи, потом страдают и болеют, потому что они еще неправильно это делают, не изучив информацию, информацию нужно тоже изучить, как правильно это делать, нельзя после обычной еды, допустим, долго, и вот мы ели-еле-еле-еле переходить на голодовку, представьте, что наш кишечник всю эту дрянь, слизь, грязь в кишечнике начнет впитывать, потому что другой еды нету, тоже плохо, надо еще чистку сделать небольшую, то есть, все надо делать с умом, мне кажется, сам большой яд это фастфуд, водка, энергетики, согласно про энергетики это вообще сто процентов, проще доместос выпить, он будет не так опасен, как энергетики, потому что доместос, ты сразу умер и не понял, вернее, и понял, почему, да, энергетики, ты когда пьешь, то ты просто сразу тебе неплохо, и ты не понимаешь, что это яд, а это самое плохое, когда ты не понимаешь, что это яд, фастфуд не так страшен, как сахар, вот сахар, наверное, самое страшное, фастфуд еще, ну, тоже, конечно, ядовитая хрень, так, я тоже перестала употреблять картофели, переходите на топенамбур и батат, я для себя открыла батат, это, слушайте, самое вкусное, что я ела, вообще, вот просто невозможно, я сейчас всю неделю тру батат, туда замоченную чечевицу, пару часиков я ее замачиваю, она как такой спелый горошечек, такой зелененький, вкусный, с грядки, как будто, чечевицу, помидорки, огурки, зелень, вот, но очень сытное блюдо, потому что батат сырой, его не надо готовить, не надо жарить, не надо в духовке, это просто, ну, невероятное, на самом деле, раньше в старину мы ели и бататы, и топенамбур, это наша еда была, потом, когда Петр Первый завез картофель, и полностью дал указ все культуры истребить и засадить все картофелем, много было сопротивления, людей, очень много, конечно, но он все равно искоренил, блин, кучу культур, которые нужно есть нам, которые заложены, блин, нам кушать, вот, на ядовитую эту хрень, потому что картофель это чистый крахмал, из-за которого стенки кишечника забиваются, да, и мы не получаем микро-макроэлементы с вами, да, и у нас потом, что, рак кишечника, проблема с печенью, и так далее, и тому подобное, и плюс еще наши органы не получают витамины, картошку есть это очень опасно, вот я ее люблю с грибочками, жареную, что в масле, с лучком, но я понимаю, что это яд, поэтому сейчас я отказалась, и я счастлива, есть очень много вкусных вещей, которые действительно можно есть, так, много уже работаю с сознанием, насчет всего своего зрения, ой, вы так с ошибками написали, я не могу прочитать, извините, сейчас попробую еще про себя, а, насчет зрения, идти на операцию или на что еще можно посмотреть, ну, конечно, идите на операцию, но параллельно разбирайте шаблоны мышления, никогда не игнорируйте врачей, это скажете, потом, вот, Нелли посоветовала там с головой поработать, идите к врачам, не пейте таблетки, но если нужно какое-то вмешательство, сделайте, вот, от таблеток я бы отказалась от лекарств, от любых вообще, потому что чем заменить таблетки, есть просто очень много всего интересного у нас в чате, ну, и плюс ваше тело поднимет свой иммунитет сам и быстро справится, да, с проблемами, глаза, это тоже наша еда, к сожалению, если это не механическое повреждение, ну, и плюс еще шаблоны мышления, я делаю таблетку на шаблон, на шаблоны мышления, я не хотела сказать, я делаю таблетку на зрение, у меня есть, если хотите поработать с мышлением, вот, плюс, когда вы перейдете на другую еду, ваши глаза могут восстановиться, я не говорю сто процентов, я не знаю, вот, но могут, есть такой шанс, потому что проблема с глазами, это проблема с нашими внутренними органами, в первую очередь с едой, в первую очередь из-за еды, которые страдают, и они уже дают проблему на глаза, если это не механическое повреждение, или предположительно будет исключение доллара из-за обихода всей земли, чем заменить, во что вкладывать, ой, я не могу вам сказать, на это не хочу делать никакие прогнозы, я тоже понимаю, что доллара не будет, вот, но сама что с этим делать, я не понимаю, и поэтому от этого не страдаю, покупать недвижимость, покупать, пока евро еще можно покупать, что еще можно покупать, другую валюту, китайскую, например, кстати, китайская валюта, очень даже неплохие вложения, в золото можно вкладывать, так, после игры с тремя картинками на мой вопрос я очень тебе благодарна, ты обратила мое внимание, что я ищу защиту извне, сейчас интересно наблюдаю, как я смогу ее найти в себе, что для тебя защита, для меня защита, защита требует слабости, надо найти свои слабые места и прокачать их, все, какие слабые места выписываем, обязательно кушать сырой батат с овощами с салатом, да, и организм постепенно привыкает, или вы про чечевицу, в сырой салат с овощами надо добавлять растительное масло или соль, от соли отказываемся, это ваши камни будущие или уже настоящие, с которыми вы живете, но пока они еще не пошли, ой, как я вспомню, как я мучилась, пока они еще не пошли у вас на выход из почек, мы еще пока счастливы, и нам кажется, что у нас все хорошо, растительное масло полностью убираем, химически обработанный продукт, настолько бесполезный, не имеющий ничего полезного и совершенно не нужный нам, убираем на сыродавленные масла, в каждом городе есть рынки, где можно купить сыродавленное масло, я не люблю сыродавленное масло, никакой, я не пользуюсь, все салаты я заправляю лимоном, идеально, либо апельсином выжатым, идеально, либо ложечку выжимки из косточек винограда, патоку, тоже идеально, ложечкой меда, тоже классно, со специями, потому что, а, и авокадо, я делаю соус для салатов, как мы делаем соус, авокадо, лимон, да, можно тахин, тахин, это вместе с жмыхом выжимка кунжута, кунжут выжимается в масло, и вместе с этим, со жмыхом, перемешанный в банке, вот, покупайте тахин, тоже классная вещь, а, вообще, мне уже сейчас начали нравиться салаты без ничего, без всяких заправок, просто нарезал, смешал, и все, я беру семена льна в кофемолке и посыпаю, это офигенная приправа, я сушу все корочки цитрусовых, естественно, перед этим нужно их обработать, обязательно отмочить, туда спирики все водорода, это когда апельсины, лимоны целые, мандарины, отмачиваем, как я уже до этого говорила, корочки высушиваю на солнце, потом в этом, в кофемолке и делаю порошок, вот этот приправа, порошок у меня за место чаев везде, заправка во все салаты, во все каши, то есть я не знаю, я пихаю цитрусов, потому что это коллаген, ну и плюс витамины, С особенно, витамин, какие там, витамин Е, витамин С, и коллаген, натуральный, коллаген это что? Наша молодость, натуральная наша молодость, нет, я хотела другое сказать, коллаген мы для чего едим? Это, нет, люди, которые любят есть мясо, вот этот суп, шаурпу едят, для чего, что там со составом? Белок? Нет, бульон, не говорят, коллагеновый. Вот, бульон коллагеновый, что там еще в составе? Блин, я забыла. Бульон из костей. Да, бульон из костей. А что там в составе? Я забыла. Ладно, короче, вы мясной этот коллаген можете заменить, но организму нужно привыкнуть на растительный белок. Мясной белок на растительный со временем тело заменяет, и вам потом мясной белок не нужен будет. И коллаген вы можете брать это белок. Правильно? Это же белок? С цитрусовых и красного перца. В красном перце болгарском в 10-20 раз больше допустим витамина С даже чем в лимонии и коллагена и так далее. Очень классный продукт. В авокадо косточки авокадо тоже трем, делаем порошок и заправляем в салат. Соль не ем. Замачивать все и овощи, и фрукты. Да, с вечера у вас всегда должна быть большая кастрюля, в которую накидываете овощи, фрукты, потому что они сильно нахимичные. Вы просто такую отраву едите. Ужас. Но если нам нужно следить за своим здоровьем, то сколько перекиси, на сколько воды. Этого я вам не скажу. Я примерно на кастрюлю чайную ложку. Вы можете чуть меньше, чуть больше. Не будет особой сильно разницы. Главное, чтобы чуть-чуть добавили и все. Батат это что? Сладкая картошка? Да, это сладкая картошка. Кстати, Нелли, а вот интересно, если у человека плохое зрение, плохое, но за счет шаблонов, то когда он делает операцию, шаблоны эти растворяются, видит, человека начинает видеть. Нет, не растворяется, человек просто не прошел урок, и эти шаблоны дадут ему по голове в другом месте. Все. то есть мы проходим уроки, наше тело нам пытается что-то сказать, но мы тело не слушаем, таблетками заели, операции там сделали, мы не подумали, о чем нам хочет сказать тело, мы это не замечаем, мы вовне потом это видим, потом наши дети болеют, наши родственники, то есть мы себя игнорируем, наш мир будет это транслировать бесконечно, все наши шаблоны, все наши проблемы, на которые мы должны обратить внимание. Даже если мы сделали операцию на глаза, там прозрели отлично, не выявили эту проблему, она будет вокруг нас витать в каких-то других проявлениях, можно так сказать. Многие слышали шаблон, что к старости зрение падает, не хотелось бы к старости, почему? Потому что к старости мы настолько зашлаковываем свой организм токсичными мыслями, шаблонами, останавливаем себя, нет энергии, да, и едой токсичной, насколько у нас всю жизнь копится мусор везде. К 35 годам до 25 килограмм каловых масс в кишечнике, понимаете, у нас скапливается, мы его не чистим. Маленький ребенок, полон энергии, потому что у него чистый организм, потом начинает зашлаковываться, зашлаковываться, зашлаковывается. Наш организм не выводит, у него нет сил выводить и чистить организм. Вот представьте, пару килограмм всякого говнеца мы в себя вложили в течение дня, и у нас организм не ходит после каждого приема пищи в туалет у многих. Кто-то раз в день, а кто-то раз в два дня. Нужно после каждого приема пищи, даже если вы съели яблоко, сходить в туалет. Это нормально сразу почиститься, если бы был кишечник чистый. Но у нас все зашлаковывается, и у нас не чистится, и у нас каждый день откладывается. Чем старше мы становимся, тем больше говнища в нашем теле, просто вот горы мусора. И это потом, в какой-то день, бац, и онкология. То есть горы мусора, все те вещи, которые нужно было вывести, они у нас проявляются в виде болезней. И все. И трындец нам. Стареть не хочется. Ну, стареть... Я не знаю, как сейчас люди с новым мышлением, которые просыпаются, сколько они будут жить, и на каком питании они будут жить, потому что нам все фармакомпании и компании пищепрома палки в колеса такие ставят, что есть вообще нечего. Действительно, что даже то, что ты вырастешь у себя в огороде, оно ядовито, потому что наша почва ядовитая, и очень сложно просто бороться с этим всем. Но мы хотя бы можем выбирать меньшее изол и максимально проделять себе жизнь путем того, что мы будем поддерживать наш организм, вычищая всю гадость постоянно. Фермеры поливают ядом все. Да, вы, наверное, не сначала смотрели мой эфир. Как это все очищать? Когда в вашем рационе будут продукты, которые быстро выводятся, фрукты, овощи, злаки, каши, сыры замоченные, которые быстро выводятся, они очищают наш организм и вывозят еще тот залежавшийся мусор, который был, постепенно-постепенно чище организм. Себя выводит быстро эта продукция, сама себя выводит, понимаете? Это та продукция, которая быстро чистит тело. И еще с собой чего-то хватает. Поэтому, если мы будем питаться пищей, которая лечит, питает, и тут же еще и очищает, то сразу хочу сказать, то, что будете мучиться. Не будете мучиться с чистками первый год, полгода, потому что будут прыщи, вы что-то не так съедите, у вас будет рвота, ну, чистка будет сразу, поносы будут, это нормально. Это для тех, кому надо перейти к этому очищению, потому что аллергии замучают, из носа будет течь, потому что в какую-то продукцию химическую, на чистый организм почищенный, покушаете, например, не знаю что, сильно на химиченную зелень, допустим, покушаете, да, у вас будет из носа течь, насморк, температура может подняться, потому что сразу эта химия начинает выходить. А когда мы все едим с вами, наш организм, рецепторы все уже давно отключил, он не чистится, мы скушали эти зелень, помидорки там, что там, ядовитые, опрысканные, кто там выше писал, зерновые, рожь там, пшеницу, гречку, ядом политые, наш организм никак не вывозит из организма вовне, никак не вывозит, ни через сопли, ни через кожу, даже полосы нету, блин, едим все подряд, якобы здоровы, нет, это просто внутри организма оседает, вот когда у вас сопли, это хорошо, я радуюсь всегда, когда у меня сопли, или аллергия, или еще что-то, блин, у меня опять какая-то чистка идет, чтобы полностью организм очистить, нужно лет 7, прикиньте, это долго, от клубники идет чихание, идет реакция, ну, во-первых, если вы ее там отмочили, чуть-чуть перекисли, далее будет реакция, оно вычищает, плюс еще в ней куча химикатов, тут может реакция быть и от этого, и от этого, но многие, знаете, я слышала еще мне, там врач один, как аллерголог, блин, как врачи, которые с аллергией работают, заниматься, забыла, вот, сказала, если у тебя, Нелли, знакомая есть, если у тебя на какой-то продукт идет аллергия, вот ты его и ешь, потому что он будет тебя чистить, я это, блин, навсегда запомнила, это лет 10 еще назад было, так что, ребят, хороший у меня был эфир, два часа с вами была, или полтора, не знаю, слизь еще будет отходить, да, слизь будет отходить, многие, вот сейчас, кто на моем канале, по чисткам сыроедству, сыроедству, по нормальному здоровому питанию, вот, очень часто пишут свои отзывы, да, и мы все время делимся, у кого чего, у кого какая слизь, у кого какой понос, кто что сегодня кушал, это очень интересно, реально, это очень полезно, еще кто может послушать, почитать, так что присоединяйтесь на канал, да, наш, но я в первую очередь, сейчас я уже где-то за год начала, понимать, до меня дошло, что я сейчас приношу пользу своему телу, до меня это дошлось и только сейчас, изначально у меня была другая мотивация, не быть пьяной, потому что от сахара, от любой такой вот еды, мяса, у меня была мигрень, не быть пьяной, не быть всегда в похмелье, с давлением, головной боли, шум в ушах, был от еды, у меня была сильная мотивация, убрать туман из башки, получать сразу кучу энергии, не сливать ее никуда, то есть я хочу, чтобы мои желания исполнялись, для этого мне нужна энергия, я переедаю, я наедаюсь, у меня энергии нету, у меня нет действий, у меня лень, я не могу думать, ответы не приходят, желания не исполняются, все плохо, и была мотивация очистить свой мозг, во-первых, чтобы не было постоянно вот этого тумана и похмелья в голове, но сейчас я просто кайфую от того, что все остальное тело очистится, это, ну, блин, такая легкость, вы просто даже не представляете, что происходит, когда ты меняешь питание, у нас с мужем на начале сыроедения, три дня чистка была, детоксикация, температура, рвота, понос, встать не могли с постели, лежали три дня, чистились, да, и такое тоже может быть, поэтому все-таки надо постепенно это делать, да, и следовать некоторым рекомендациям, могут человеку болезни по судьбе заложенные, ну, те, кто жертва обстоятельств, и те, кто живет по судьбе, ну, то может быть, да, но у творцов такого просто не может быть, да, с какой позиции живете, все, спасибо вам большое за внимание, всех люблю, обнимаю, целую вас, пока-пока.